Следственный комитет завершил расследование уголовных дел по факту аварии ракеты Протон в июле 2013 года. Тогда космический носитель с тремя спутниками ГЛОНАСС взорвался сразу после старта и упал на космодром. По итогам к уголовной ответственности привлечены 4 человека. Один из них начальник военного представительства Минобороны. Его обвиняют в халатности. Как сообщается, он не проконтролировал подготовку к запуску. В числе фигурантов также электромонтажник, мастер и контролер центра имени Хруничева. По версии следствия, они нарушили технику безопасности, неправильно установили датчики, что и привело к сбоям в системе управления. Выявлены в отрасли и системные ошибки. С 2009 до 2011 годы в центрах Хруничева произошло увеличение доли малоопытных сотрудников с одновременным ростом количества работников предпенсионного возраста. Причем все это происходило в условиях именно роста объема производства и увеличения количества заказов. Именно эти факторы, конечно же, повлияли на качество производимых в центре работы. Если смотреть еще более глубже на эту проблему, то причиной способствующей аварии, конечно же, можно и считать падение авторитета рабочей профессии, который произошел в 90-е годы у нас в стране в целом. И последующие за этим действия. Расследование по данному факту занимается специальная комиссия во главе с руководством Роскосмоса. Сегодня в Минкомсвязи сообщили, что из-за этой аварии запуски российских аппаратов приостановят, по крайней мере, на два месяца.